Всем привет, дорогие друзья! Такой неверальный ролик у нас сегодня. Сегодня поговорим о том, что на фрагменте платформе, где, я думаю, многие из нас покупали Старсы, анонимные номера, возможно, кто-то, юзернеймы, премиум в том числе, все это там можно было купить довольно дешево, то есть, условно, на Старсы там была скидка 30 или 25%, я всегда здесь покупал Старсы, потому что, во-первых, можно оплачивать криптой, во-вторых, всегда дешевле. Но сегодня буквально потряс интернет, ну, как бы тон комьюнити новость, ввели верификацию. Вот просто даже если задуматься, вводить верификацию на бирже по покупке анонимных номеров, это, конечно, гениально. Да, пока номера можно продать и купить все еще без верификации, но, тем не менее, уже звоночек поступил. Давайте разберемся, зачем это, почему. У меня, кстати, уже есть лично несколько своих предположений, а есть еще, можно сказать, такие полуофициальные. Итак, давайте начнем. Ну, во-первых, как это выглядит, то есть, как выглядит картинка этой верификации. Ну, давайте все очень просто, я просто веду один из своих аккаунтов, и мы попробуем купить на него звезды. То есть, 250 наберем, да, например, нажмем купить, и нам выдает, что нужно для начала зайти в свой аккаунт. Как только мы зайдем в аккаунт в Телеге, хотя до этого, опять же, ничего этого делать было не нужно, у меня не просило до этого заходить в аккаунт, то нам выдаст вот такую табличку, на которой нам написаны требования по прохождению верификации. Очень интересно, зачем это было делать, поскольку, по сути же, это рушит всю концепцию криптовалюты, и тем более, все вот эти громкие слова Павла Дурова про сохранение конфиденциальности, несмотря на то, что с каждым обновлением Телеграм все больше и больше передает данных тем или иным внутренним органам, но, тем не менее, можно было хотя бы здесь этого не делать. А теперь давайте снимем розовые очки и подумаем, зачем же нам это. Есть одна, все причины, разумеется, финансовые. Первое. Значит, Notcoin, Tone, выходит на американский рынок. Вот уже недавно залистились на Кракене, это американская биржа, наконец-то. Кстати, после этого Tone показал 20% рост и до сих пор даже не упал. Notcoin, кстати, тоже вернул положение в рубль, на нем он не был уже очень давно, и думаю, многих это порадовало. Да даже сраный DOX вырос и показал хоть какой-никакой рост, причем это произошло вот сегодня вечером. Так что эта новость сказалась положительно. Но американские законы душат, и поэтому приходится вот так вот ужиматься. Если вы хотите выходить на американский рынок, то играйте по их правилам. Поэтому это, скорее всего, одна из основных причин. Ну, исходя из того, что я прочитал, да и вообще это логично. То есть сразу после этого, после объявления новости о том, что на Кракене залистилось, Роксман, это создатель фрагмента, мейджора, Тинниверса и так далее, выкатывают вот такое. Далее, вторая причина, это утилити токена Мейджор, который, кстати, залистится всего через 3 дня, уже даже через 2, по сути. И его применение, они об этом еще летом говорили, можно будет, я даже про это вот уже посты сделал, кстати, обязательно на телегу подписывайтесь. Я про это сам написал, и он буквально там через 7 минут выложил пост. Я просто понял, что ведь утилити токена основное было, это аренда номеров и никнеймов за токен Мейджор. Соответственно, это можно будет делать без верификации. И он буквально сразу же после моего поста выкатывает вот это подтверждение и пишет, что арендовать и использовать без каких-либо проблем. То есть, без каких-либо проблем, это и значит, что без каких-либо верификаций. Ну, наверное, ну вот, просто по логике, зачем бы он еще тогда это написал. Поэтому, в целом, это хорошо для держателей токена Мейджор, у меня их 200 будет, вот через 3 дня уже их получу на свой кошелек. Токен будет за счет этого тоже, ну, в общем, спрос на него хотя бы будет. То есть, в отличие от многих таплов, которые вообще никакого утилити не придумали, у Роксмана есть какой-то план. Разумеется, это вообще не позитив, потому что, чтобы пройти верификацию, в этом нет никакой проблемы. Ну, давайте будем честны. То есть, думаю, всем, кто так или иначе в эту тему залетел и углубился, помимо того, что в аудитории хомяка, ну, всем уже есть 18, это будем честны. Окей, возможно, кому-то там чуть помладше, там, 17 лет, но, тем не менее, уже совсем скоро. То есть, сама процедура верификации, в ней нет ничего страшного. Ну, на бирже же мы проходим эту верификацию, но, согласитесь, это все-таки странно. Я хочу купить звезды, а мне нужно пройти верификацию, хотя я оплачиваю, опять же, криптовалютой с некосредиального кошелька, на котором у меня нет верификации. И, соответственно, можно сказать, я его раскрываю, и никакой от этого анонимности уже нет. Ну, кому она нужна, кто занимается какими-то черными делами. Опять же, если у вас все белое, люди в жизни и вообще в принципе, то вам не нужно беспокоиться ни о передаче данных каким-либо внутренним органам, если у вас в телеге нет ничего незаконного, поскольку ваши данные просто никогда не запросят. Типа, вот, ну, я думаю, это каждый понимает, и ведь 98% людей действительно не занимаются ничем таким в телеге, и им даже не о чем беспокоиться. А это фейковая анонимность, друзья, никакой анонимности не существует, я думаю, вы это прекрасно понимаете. В интернете нет стопроцентной анонимности, окей, она есть на каких-то там нижних слоях интернета, но мы вряд ли с вами, да и зачем нам там оказываться. Пишите свое мнение в комменты насчет этого. Да, конечно, новость неприятная, но тем не менее, это может положительно сказаться на всей экосистеме Тона, как по мне, поскольку выход на американский рынок реально может спровоцировать и рост спроса, и так далее. То есть, токен не был до этого на американском рынке, а сейчас выходит. Поэтому будем следить, будем развиваться. Всем, всех поздравляю, кто держал тон до вчерашнего дня, поскольку 20% рост, ну, это реально приятно. Особенно здесь, что, несмотря на просто бычий рост биткоина, никакого мы роста Тона не наблюдали, и вот, наконец, это случилось. Хотя, опять же, и не из-за биткоина. Окей, всем огромное спасибо. Подпишитесь на телегу, заходите в наш чатик обязательно, то есть, тут общаемся, обсуждаем. Все ссылки обязательно в описании. Всем пока.